Новости большого города на Средней Волге Как ни погибнуть в собственном доме с начала топительного сезона в регионе угарным газом отравились два десятка человек. А за окном-то снег-то дождь, как январь, планирует удивить самарцев. Номера теперь можно получить в автосалоне, но не все так просто. Разбираемся с новыми правилами регистрации машин. От витринных мельниц до космических кораблей в Самаре открылась выставка, посвященная промышленному развитию области. Грандиозное спортивное шоу самарские баскетболисты начали год с победы. Осторожно, газ. С начала топительного сезона в Самаре произошло 18 случаев отравления газом и еще два ЧП в области. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Почему растет печальная статистика, теперь разбираются эксперты областного правительства. Что планирует предпринять, узнала Лариса Шалафаст. ЧП в 24-м доме на улице Гвардейская случилось в ночь с 10 на 11 января. В больницу с отравлением попала целая семья. Трое взрослых и два ребенка. Все остались живы. Они отравились. А муж был на работе. Пришел с работы, как я слышала, они все лежали в сознании. Вызвал скорую, для скорых приезжала. И что-то уже где-то под утро, часа в три утра сильно там стучали. И то долбили. Жильцам одного из домов на Гагарина повезло меньше. От отравления погибла женщина и ее маленькая дочь. Позже выяснилось, что вентиляция была неисправна. Причем проверку газового оборудования проводили в доме накануне трагедии. Газовая компания пришла, от сих до сих свое проверила. Тяги нет. Запрещайте эксплуатацию оборудования. Ставьте пломбу, закрывайте. Закрывайте кран, ставьте пломбу, отправляйте документы в жилищную инспекцию. Статистика отравлений в области ежегодно растет. По информации МЧС, в регионе с начала топительного сезона произошло 20 случаев. Два человека погибли. Для сравнения, в 2017-м таких ЧП было пять. Среди основных причин, участившихся случаев отравлений, специалисты называют неисправное газовое оборудование и отсутствие вентиляции в помещении. Участники совещания сходятся во мнении. Работу по проверке необходимо усилить. Представитель газовой компании посетовал, что жильцы не всегда пускают газовиков в квартиры и вовремя выявить утечку порой невозможно. На что в Рио министр энергетики и ЖКХ посоветовал лучше выстраивать работу с населением. Если вы позвоните жителю, предупредите его о том, что завтра к вам в 10 утра придет наш сотрудник, который будет в специальной форме, иметь удостоверение, тогда, естественно, и жители откликнутся на такую работу. Они будут понимать, что это плановая работа, нужная для них. Ситуацию будут держать на контроле. По итогам совещания принято решение создать специальную комиссию, куда войдут представители региональных властей, МЧС и газовых компаний, а также усилить проверки домов, где используются водонагревательные котлы и колонки. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Январь не позволяет расслабиться и самарским коммунальщикам. Накануне вечером на город обрушился снегопад. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. В течение суток МП благоустройство увеличило количество спецтехники до 300 машин, а дорожных рабочих – до 200 человек. За минувшие сутки на полигоны вывезли свыше 2000 тонн снега. Погода на этой неделе подкинет коммунальщикам. Еще проблем к выходным. В Самаре прогнозируют осадки в виде града и снега с дождем. Как в городе готовятся к природным катаклизмам, узнала Мария Левина. Наконец, в Самару пришла настоящая зима. Выпал долгожданный снег, а вместе с ним в город вышла снегоуборочная техника. В этом дворе на Георгия Димитрова коммунальщики делают срочную работу над ошибками. После замечания от городских властей. Дворовый проезд с колеей, тротуар не очищен, выходы не очищены. Население платит, эти расходы несет, а услугу не получает. После таких аргументов управляющая компания тут же нашла снегоуборочный трактор. А вот раньше с этим были сложности. У подрядчика произошли технические сложности, трактор вышел из строя. В связи с этим дворники вручную почистили проходные дворы. По мере необходимости, соответственно, по накоплению снежного покрова мы проводим уборку с техникой. Дворники ежедневно, каждое утро чистят непосредственно входные группы, отмостки, соответственно, и тропинку вдоль дома. Снег убирают ежедневно по всему городу в круглосуточном режиме. С начала сезона городские службы вывезли больше 70 тысяч тонн снега. Акцент делают на дворы. Всего в Самаре трудятся почти 3 тысячи дворников. Во дворе на Димитрово их двое. Равшан Ерматов один из тех, кто спасает город от сгробов. Каждый день работаете? Каждый день. А если в субботу, воскресенье снег будет, то придем. Работу Равшана жители ценят. Люди не устают благодарить своих зимних спасателей. У нас в доме очень хорошо убирается. Это дворники делают. У нас шикарный дворник. У нас все лучше. И в подъезде у нас тоже очень хорошо. Не забывают коммунальщики и про реагенты. Все дорожки во дворе посыпаны специальным веществом. Антилед минус 25. В этом году только одна управляющая компания закупила больше 4 тонн реагентов. Кроме того, сейчас по городу активно очищают кровли от снега, чтобы грядущая оттепель не стала роковой. Мария Левина, Максим Гусев, События. Аномальный январь внел свои коррективы. И в традиции празднования крещения на Волге самарцев будут встречать не священники, а силовые патрули. Чтобы избежать несчастных случаев, усиленные наряды будут во всех местах, где принято устраивать купели. В этом году на Волге сделать их безопасными невозможно. Но так ли важно в этот день подвергать свой организм экстремальным перегрузкам? Мы узнали у целителей души и тела. Репортаж Елены Малюциной. Крещенских морозов ожидать не приходится. Лед этой зимой не достигает безопасной толщины. Поэтому специалисты не рекомендуют окунаться в воду в открытых водоемах. Традиционных купелей на Волге в этом году не будет. И чтобы избежать несчастных случаев, берега будут патрулировать сотрудники МЧС, спасатели и полиция. Особое внимание уделят полевому и Некрасовскому спускам, пляжам на 9-й просеке Советской Армии и Красной Глинке. Для охраны общественного порядка на крещение в Самаре привлекут более 400 сотрудников полиции. Помогать им будет добровольная народная дружина. В момент купания выход ошляется массово. И это увеличивает возможность провала под лед. В связи с этим настоятельно рекомендуем ни на какие водоемы не выходить. Если есть большая необходимость и желание в хрещенские купания ощутить данный обряд, рекомендуем идти в церковь. Есть в городе церковь, где находятся купели. Наряды также будут выставлены и в местах вероятного купания. Таких мест у нас 5 по городу. Для того, чтобы как-то удерживать людей от непродуманных поступков. Врачи тоже предостерегают. Крещенское купание в проруби может нанести вред здоровью. Это касается людей с хроническими заболеваниями и детей. Если вы все же запланировали экстремальное погружение, необходимо подготовить организм. За несколько недель до крещения принимать контрастный душ, не употреблять алкоголь. За полтора часа до омовения плотно поесть, желательно белковую пищу. Одежда должна быть из натуральных тканей и желательно на замке. Естественно, нужно быстро раздеться, сделать какие-либо упражнения, буквально несколько секунд на крупнейшие группы мышц. А на крупнейшие группы мышц самым лучше будет приседание. Буквально раз в 10 приседаний. И окунаться. Значит, человек, который не является моржом, который не практикует регулярное экологичное купание, голову мочить нельзя вообще. Быстрое погружение, выход, растирание сухим полотенцем, сухая одежда, максимально быстро в теплое помещение или в машину. Можно несколько глотков чая, кофе горячего. Представители самарской епархии рекомендуют в крещение сходить на службу, причаститься, взять освещенную воду и окропить дом и всех близких. При этом в купель окунаться не обязательно. Ни церковного какого-то постановления, то, что каждый должен купаться, нет. Вот на освещение просим о том, чтобы эта вода была в освещении самого человека, в освещении домов, для исцеления тела и души. То есть, как божественная благодать, она не мочитующее врачует, то есть, что болит, исцеляет. И оскудивающее восполняет, что пропадает, заполняет. Только у нас все почему-то порой непонятно как. Воду набрать, ну, нужно-то взять просто-напросто воды. Большинство самарцев в крещении предпочитают все-таки не окунаться в прорубь. Но во многих семьях существуют свои традиции. Мы ходим обязательно в церковь, берем воду освещенную, которая прошла уже именно вот при службе. От состояния здоровья, кажется, сам по себе решает, можно ему или нельзя, потому что можно и навредить здоровью. Батюшки тоже говорят, что это не каждому можно. В моем детстве вообще никогда в открытых водоемах не купались. И вообще, когда был период атеизма, вот поэтому, я думаю, кому как хочется. Дело не в том, где и как, а дело в том, с чем в душе. Ну, хочется, пожалуйста, под душем встань, там, окунись, в храм сходи или на улицу просто вот с друзьями. Ну, я думаю, что если у человека есть в этом нужда, почему бы не попробовать, чтобы потом всю жизнь знать, надо ему это или нет. Праздничное богослужение проведут в 77 храмах, но купели будут организованы не везде. Точные адреса появятся позже. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Пришел, купил и сразу забрал. Теперь из автосалона можно уехать на машине с готовым регистрационным номером. Но не все так просто. Не каждый салон пока обладает такими полномочиями. Для этого у дилерского центра должна быть специальная рецензия от ГИБДД. Пока ни один автоцентр в Самаре ее не приобрел. Когда уже заработает нововведение, узнала Мария Левина. Теперь получить автомобильные номера можно прямо в салоне. Для этого больше не надо ехать в ГАИ. В этом случае автовладелец должен заплатить салону пошлину. Дилерская компания обязуется подготовить необходимые документы, проверить содержащиеся в них сведения, передать информацию в регистрационное подразделение ГАИ, изготовить знак и отдать свежеиспеченному владельцу автомобиль с уже установленным номером. Но такие полномочия возможны только с наличием у салона специальной лицензии. Ее можно получить, обратившись в ГИБДД. Упростят жизнь следующим образом, то что собственнику не надо будет приставлять транспортные средства в регистрационное подразделение ГАИ и не надо будет непосредственно участвовать в получении данной государственной услуги. То есть он будет результат ее получать, а не обращаться в регистрационное подразделение. Стоить такая услуга будет 500 рублей. Кроме того, владельцу авто нужно будет заплатить за изготовление регистрационного знака. 2000 рублей. Мотоцикла полторы тысячи. Пока в Самаре ни один из салонов не оформил нужной лицензии. Но автолюбители уже готовы платить за новую услугу. Я считаю, что да, это действительно удобно. Любая вот эта волокита, она в принципе не нужна человеку. Ему действительно хочется приехать без лишних телодвижений, купить автомобиль и сесть сразу и поехать. Удобно. Почему? Ну, во-первых, документы не нужно будет ехать куда-то оформлять. Можно их сразу оформить, доплатив 500 рублей и уехать на машине с номерами и с готовыми документами. Изменились с нового года и правила сдачи экзамена на права. Теперь тестирование не будет разделяться на несколько этапов – автодром и город, а будет единым и сдаваться в один день. Причем вождение в городе будут сдавать на улицах с малоинтенсивным движением. Этот момент пока обсуждается. Мария Левина, Максим Гусев, События. Сегодня стали известны имена лауреатов конкурса СМИ на призы губернатора и премии «Золотое перо». Среди журналистов, чей труд был особенно отмечен, есть и наши коллеги. Анатолий Головко побывал на торжественной церемонии. Очередная престижная награда в копилке «Самара ГИС». Губернатор Дмитрий Азаров отметил лучших журналистов региона. Среди лауреатов конкурса шеф-редактор нашего телеканала. Анна Назарова пришла на информационный портал в июне 2019 года. За короткое время вместе с командой она сумела наладить работу с сайта, вывела его в топы популярных поисковых систем и разработала концепцию информационного ресурса. Сейчас сайт телеканала «Самара ГИС» – динамично развивающийся портал, который ежедневно посещают тысячи жителей губернии. В этом году формат конкурса, который проводят в восьмой раз, изменился. Журналисты боролись за звание лучших в 12 номинациях, соответствующих 12 национальным проектам. В творческом соревновании участвовали 160 журналистов из 57 СМИ. Работу Анна, посвященную реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, по достоинству оценили члены экспертного сообщества. Я хочу в первую очередь сказать спасибо руководству телеканала, моим коллегам, которые поддерживали и помогали меня, ну и, конечно же, родителям, которые верили в меня. Это большая честь для меня. В этот вечер губернатор подвел итоги конкурса «Золотое пирог губернии», который проходит с 1998 года. Обладателями престижной премии являются главный редактор телеканала «Самара Гис» Елена Орлова и шеф-редактор Инга Пеннер. В 2020 году лучшие журналисты получили из рук губернатора благодарственные письма и статуэтки. Анатолий Главков, Василий Колдашов. События. В номинации «Демография» была награждена и Ольга Шелест, как общественный деятель, который активно занимается судьбами детей-сирот. На нашем канале Ольга выпускает программу «Право на маму». Далее, коротко о других событиях дня. В Замаре разыскивают Елену Александровну Васину. 53 лет. Женщина ушла из дома 9 января и до сих пор не вернулась. Рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карии. Была одета в сиреневую шапку темно-серый пуховик с меховым капюшоном, черные брюки и темные сапоги. Всех, кто располагает какой-либо информацией о женщине, просят звонить по телефонам, указанным на экране. Фрунзенский мост временно закрыт для пешеходов. Городские власти озвучили отчеты о первых результатах мониторинга после запуска движения по Фрунзенскому мосту. Новая схема, по которой запрещена стоянка на некоторых улицах в центре города, пока работает без пробок даже в часы пик. Сейчас запреты на остановку и парковку действуют на улице Фрунзе от Комсомольской до Некрасовской, нечетная сторона улицы Чапаевской от Комсомольской до Венцика, нечетная сторона улицы Молодогвардейской от Комсомольской до Венцика, нечетная сторона Самарской от Пионерской до Ленинградской, Комсомольской от Фрунзе до Молодогвардейской, Пионерской от Фрунзе до Самарской, Венцика от Фрунзе до Самарской, Некрасовской от Фрунзе до Галактионовской, Красноармейской от Фрунзе до Галактионовской, В Самаре посетитель обманул продавца на 5000 рублей. Инцидент произошел в пиццерии на Ленинградской. Мужчина решил заказать пиццу и спросил продавца о сдаче с 5000-й купюры. Злоумышленник отвлек сотрудника пиццерии, отдал мелочь, а сам забрал оставшиеся 4955 рублей и пиццу. После этого покинул помещение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому на вид около 35 лет. Среднего роста 173-176 см. Имеет среднее телосложение. Мужчина был одет в темную куртку, светло-синие джинсы, темные кроссовки, а на голове бейсболка. Полицейский просит всех, кто что-либо знает о личности мужчины, сообщить об этом по телефону, указанным на экране. В Самаре скоро появятся платные парковочные места. Парковки, на которых взимается плата, нельзя обустраивать только возле образовательных учреждений. Платными парковками жители Самары смогут воспользоваться по платным абонементам. Нормативы не будет. Жители города смогут купить абонемент на парковку по льготной цене и занимать любое место для автомобиля. Схема охватывает историческую часть города – Самарские, Ленинские, Октябрьские районы, а также некоторые улицы в железнодорожном районе. В Самарской области задержали браконьера, который незаконно убил дикое животное. От руки охотника пострадала взрослая самка лося на территории охотничьих угодий. На место выезжали специалисты регионального департамента охоты и рыболовства, а также сотрудники полиции. Они осмотрели место и собрали необходимый материал. Судя по фотографиям, охотник успел разделать убитую самку лося. Подозреваемый задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Свидетельство промышленных прорывов в Самарской губернии. В Самаре открылась выставка документов от витринных мельниц до космических кораблей страницы индустриального развития 19-20 веков. Среди экспонатов много уникальных. Одним более 150 лет, другие впервые представлены общественности. Редкие документы изучал Андрей Горгуленко. Это оригинальное письмо главного конструктора Королева впервые представлено публике. В нем говорится о новой разработке сверхтяжелой ракеты «Н-1». Она должна была использоваться для советских экспедиций на Луну. Долгое время лунная программа была засекречена. Ее раскрыли лишь в конце 80-х годов прошлого века. Уникальный экспонат представлен на выставке документов промышленного развития Самарской губернии. Коллекцию выставки собирали из трех архивов. Из филиала российского государственного представлены оцифрованные копии документов. А вот оригиналы представлены из областных архивов. В том числе и один из самых старейших документов. 1857 года. Это рапорт Самарской городской думы о передаче земли для постройки колокольного завода. Хранить подобные документы, некоторым из них больше 150 лет, целая наука. Необходимо соблюдать определенный температурный режим и влажность. В архивах контролируется влажность, контролируется температура, контролируется наличие механических воздействий на документы. Все это позволяет сохранять на протяжении десятилетий. И самое главное не просто хранить, но и предоставлять их для пользования всем желающим. На самом деле это святая и первейшая обязанность архивистов не только хранить документы, но и представлять их широком внимании общественности. Это великая популяризаторская миссия всех архивов, музеев, библиотек, всех учреждений культуры и архивной отрасли. Поэтому вот такие совместные проекты для нас это большое счастье. Открытие выставки документов приурочено к 169 годовщине со дня образования Самарской губернии. В экспозиции черчежи, фотографии, разрешение на строительство самых известных производств области. Все они фиксируют промышленные прорывы региона, главный из которых был в конце 19 века, когда Самара оказалась на пересечении торговых путей. По Волге стали ходить пароходы, были построены железные дороги. То есть вот это наш самарский край, он стал органично вписываться в имперское пространство. И поэтому экономический потенциал стал развиваться более активно. В музейном комплексе «Россия. Моя история» выставка будет открыта всю эту неделю с 11 до 19 часов. Для посетителей будут проводить обзорные экскурсии, после чего стенды перевезут на месяц в Самарский дворец ветеранов. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Джеда Сен и Лиз Пресли в оркестровой аранжировке в Самарской филармонии прошел концерт, который посвятили Старому Новому году. Солировал баритон Владислав Косарев, победитель международных конкурсов. Дирижировал известный петербургский аранжировщик и композитор Андрей Медведев. Хиты российской и зарубежной эстрады послушал и наш корреспондент. Московский баритон Владислав Косарев и петербургский дирижер Андрей Медведев лично познакомились на репетиции в Самарской филармонии. Оба звезды российской музыки, победители российских и международных конкурсов. Репетиция была всего одна, но общий творческий язык музыканты нашли моментально. В итоге получился концерт, который посвятили Старому Новому году. Самарская филармония способствует новым творческим контактам. Встретились мы впервые вчера на репетиции на этой сцене. И сразу поняли, что мы одной крови. Очень плодотворно прошла репетиция. Со сцены звучали хиты российской и зарубежной эстрады в программе, песни Джо Дассена, Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры. Сопровождал концерт симфонический оркестр филармонии. В таком исполнении всеми любимые песни звучали особо выразительно. Естественно, мы имели в виду, что это должна быть праздничная яркая программа. Она в добрых традициях эстрады 20 века. Что на Западе, что у нас в Советском Союзе все эстрадные звезды. Они пели в сопровождении не только рок-ансамблей. Концерт прошел на бис. Публика аплодировала каждому номеру. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События. Новый год. Баскетболисты Самары начали с оглушительной победы. В МТЛ-арене без боя сдался Уфимец. Разница в счете была почти двойной. Грандиозное шоу увидел Сергей Кизоркин. Самара в новом году продолжает радовать любителей баскетбола. Клуб с одноименным названием в первом домашнем матче после зимних каникул разгромил спортсменов из Уфы. Уже в первой четверти было видно, кто на паркете хозяин. 33-17. Такой счет получился благодаря точным пяти попаданиям в кольцо из трехочковой зоны. Хороший результат. Единственное, я не знаю, какова причина команды Уфы. Они сегодня не боролись. Хочу извиниться перед зрителями в целом за игру, потому что она была не такая красочная, не такая азартная. Сыграли все игроки, ротации получили свое время. Это единственный, наверное, плюс этой игры. Что касается мечта тренера, нет, честно, да, легкая победа, но это не мечта. Здесь моей работы практически не было. Во второй четверти Самара обороты сбавила и проиграла 12-15, хотя и продолжила вести в счете три очка. А вот после большого перерыва уже нанесла сокрушительный удар по сопернику. Третий период закончился в пользу горожан и 20 очков в запасе. Главный тренер Уфимцев был лаконичен в комментариях. Конечно, не хватало агрессии, что в защите, что в нападении. Вот это, наверное, самый жирный минус в этой игре. После такого нокдауна Уфимец в себя не пришел и концовка матча превратилась в чистую формальность. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу Самары 94-59. Такого успеха у клуба не было давно. Самара хороший соперник. У нас там есть ребята травмированные много, поэтому немножечко мы не в форме сегодня были. Самара в Суперлиге пока занимает второе место. Лидер – Спартак Приморье из Владивостока. У них лучший показатель по разнице набранных очков. Впереди у горожан пара матчей в Московской области. 15 января их ждет МБА. 18-го – Химки Подмосковья. В МТЛ-арене команда сыграет в конце месяца. 28-го она примет второй состав ЦСКА, 31-го – Ижевский купол родники. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!